Прием-прием, это XBT.com, на связь Бурховецкий, и сейчас чего покажу. Это Realme Buds Air 2 True Wireless, полностью беспроводные наушники, и сейчас их распакуем, посмотрим, что же приготовила нам компания Realme. Поехали! Надпись на упаковке «Цвет ближе к белому», но нарисованы наушники не совсем близкого к белому цвета, и это может ввести в заблуждение. Но давайте проверим, что же на самом деле там лежит. Коробка не спешит открываться, потому что, видимо, наушники не такие тяжелые, и гравитация нам тут не поможет. Но, смотрите, действительно, «Цвет ближе к белому», поэтому нельзя ни о чем судить по обложке в очередной раз, в этом убеждаюсь. Симпатичный кейс, глянцевый внутри. Два наушника на магнитах. Посмотрим, что еще там есть. Так, влезай. Это гарантийный талон и инструкция. А еще, а еще, тут есть запасные амбушюры и провод для зарядки. Желтенький, веселенький проводочек, правда, сантиметров 10, но, тем не менее, Type-C. Теперь давайте посмотрим внимательно на кейс и сами наушники. Кейс – это глянцевый, приятненький такой квадратик со скругленными углами, сантиметр-два толщиной и сантиметров пять шириной. На передней панели светодиодный индикатор, который, видимо, будет показывать нам, когда нужно будет его заряжать. И USB Type-C разъем для зарядки здесь тоже есть. Ну, а теперь тест на выпадение наушников из кейса. Еще раз. Нет, тут скорее крышка закроется, чем наушники выпадут. Все держится достаточно надежно. Видим, что наушники состоят из двух частей. Здесь чашка полностью пластиковая, глянцевая. Еще есть вот такая небольшая, сантиметра три, металлическая ножка. Металл-то, конечно, стильно, выглядит классно. И если в траву упадет наушник, то по блеску его можно найти легко. А вот если зимой ими пользоваться, то прикосновение холодного металла к теплой коже вряд ли назовешь приятным ощущением. На ножках есть маркировка RL и различить ее сложно из-за металлического блеска. Но я подозреваю, что это дело привычки. Ну а теперь попробуем вставить наушники в уши. И я вам скажу, что сидят они достаточно плотно, мягко, не распирают ушную раковину и пытаются вывалиться. Все комфортно. Для того, чтобы сопрячить наушники с мобильным телефоном, например, нужно открыть крышку кейса и нажать сбоку маленькую незаметную кнопочку, про которую я вам не рассказал, потому что она действительно незаметная. Нажимаем, ждем три секунды. Наушники переходят в режим сопряжения. И вуаля. Разрешить. Установить. Все. Наушники сопряжены. Ну и, конечно же, здесь есть функция управления мультимедией или там звонками по нажатию на наушник. Тап происходит по верхней части вот этой металлической трубки. И работает эта функция здесь гораздо лучше, чем во многих наушниках, которые приходили ко мне на тесты до этого. Во всяком случае, тап срабатывает почти каждый раз. А для того, чтобы принять звонок или поставить трек на паузу, не нужно пробивать себе барабанную перепонку. Возможность управления через тап не очень велики. Тут можно либо поставить на паузу трек, либо начать воспроизведение, либо ответить на звонок, либо сбросить его, либо перемотать вперед. Объективно, без тестов АЧХ говорить что-то про звук достаточно сложно. Но на первый взгляд или на первое прослушивание звучат эти наушники весьма приятно. Во всяком случае, усиление баса, про которое говорит производитель, работает мягко, и бас становится больше и приятней, а не бубнит, как бочка. Активное шумоподавление работает. Во всяком случае, сейчас я не слышу направленных на меня осветительных приборов или кондиционера, которые работают достаточно громко. Но если прикоснуться одновременно к обоим наушникам и немножко подержать, а конкретно две секунды, то можно переключиться из режима активного шумоподавления в Transparency Mode, в котором будете слышать все, что происходит вокруг. Что касается разнообразных фич, которые заявлены производителем во множестве. Все они написаны на коробке, это по 25 часов работы всего, я полагаю, 25 часов работы, это при периодической подзарядке от кейса, и супернизкая задержка, 10 минут зарядки для двух часов воспроизведения. Насколько все это соответствует действительности, я утверждать не берусь. Ну и в заключение цена, стоят эти наушники сейчас 4,5 тысячи рублей. А это был XBT.com, на связи был Бурховецкий, всем пока и до встречи в эфире. Продолжение следует... Продолжение следует...